А детство моего ребенка она увидит в ютубе. Я стала завхозом. Просто есть какое-то интуитивное чувство того, что надо делать так. Нельзя просто так взять и сделать кафе. И если мы говорим о том, что современное искусство это либо палочки, либо кто-то, кто прибил себя на Красной площади, то это крайние позиции. Современное искусство нам нужно максимально мирового уровня качества. Ровно для того, чтобы людям было о чем говорить. Провинциальность, извините меня. Научиться разбираться в современном искусстве примерно то же самое, что научиться жонглировать за 10 минут. Не получится. На самом деле это просто вопрос тренировки разных нейронных связей. Но вот разобраться в том, есть ли в нашем городе место, которому мы можем доверить, быть для нас тем самым вместилищем современного искусства. Мы сейчас попробуем. За 20 минут это можно сделать, понять, что вот здесь нам скажут, ребята, это современное искусство, приходите, доверяйте, смотрите, думайте. Что-нибудь об этом. Мы сегодня в необычном месте. Это огромный детский центр. И есть ли место взрослым, у которых уже есть дети, в таком вот молодежном творчестве? Короче, разбираемся во всех этих вопросах. Директор музейного центра «Площадь мира» Мария Букова. Маша, добрый день. Здравствуйте. Маш, вы все время так на работу ходите? Ну, практически. Если не на больничном, то на работе, да. Это мой ребенок, это Варя. Маш, как дался декрет? Насколько удавалось отключиться от дел музея? Или наоборот, насколько удавалось не отключаться, потому что не хотелось? Это хороший вопрос, потому что я ушла в декрет. И, ну, как бы, в последний месяц до ухода в декрет я летала в Сараево, где защищала музей на конкурсе главного европейского музея года. То есть Варя уже в животе летала со мной по музейным делам, по разным городам и странам. Но когда я ушла в декрет, в общем-то, тоже не начались здесь никакие обычные мамские будни. В этот момент я помню, что где-то, наверное, в последние несколько дней до отъезда в роддом я писала заявку на грант фонд Потанина на конкурс музейный... Как это там? Сейчас, секунду. Я писала заявку на конкурс музей Сила Места для того, чтобы сделать лабораторию современного искусства в городе. И выиграла этот грант. И в последние несколько месяцев, может быть, горожане видели, что в музее появилось современное искусство. Ну, мне, как маме двоих детей, иногда бывает жаль, что я не могу посетить то или иное мероприятие, потому что я физически не могу разорваться. Дети отнимают время. Как с этим? Вообще не было пропущено ни одного мероприятия, ни одного важного дела. Как получается разрываться или не разрываться? А вот здесь как раз наоборот. То есть какое-то время я была все-таки дома, была в декрете. Я работала удаленно. Так вышло, что мир вообще весь в тот момент ушел на удаленку. Это был 20-й год. Поэтому я, по сути дела, физически ничего не потеряла. Я была на удаленке, все были на удаленке. Мы снимали все кино музейной командой про то, как мы живем на удаленке. И уже мы с моими коллегами шутим о том, что наше детство с вами, например, на фотоальбомах у родителей, а детство моего ребенка она увидит в Ютубе. Когда я смотрю на тусовку молодых художников, всех молодых научных сотрудников музея, у меня возникает предположение, что вы там тоже им такая некая мама, которая знает, как чего делается административно, как оформляются гранты и помогает этой, ну вот песочница, наверное, неправильное слово, но вот этому месту, где растут, будем надеяться, будущие великие имена, существовать, это так? Есть такое распределение? Ну, я бы не сказала, что я здесь как мама, да, я бы скорее говорила о том, что иногда я могу быть старшей сестрой, потому что я сама в жизни старшая сестра, у меня есть младший брат, и для меня эта роль привычна. Но мне кажется, что поскольку я сама еще довольно-таки молода, мне всего 33 года, я очень часто пытаюсь быть на равных с теми, с кем я работаю. Поэтому тут как бы скорее даже получается так, что где-то я чему-то у них учусь. В свое время я была искусствоведом, когда я заканчивала университет, я была искусствоведом по специальности, у меня были кураторские проекты в молодом искусстве, когда я только начала работать в музее младшим научным сотрудником. Но с 2016 года моя кураторская работа перестала быть кураторской, я стала завхозом. А это говорит о том, какой вы руководитель? Ну, мне думалось, что руководители творческого коллектива, у них такой большой запас железа и прочности для того, чтобы выдерживать все вот эти «я художник, я так вижу». Я не знаю, насколько уместно говорить это в таком интервью легкого формата, но здесь у этого секрета есть три составляющие. Первая составляющая – это мой муж. Это очень важно, когда у тебя есть человек, на которого ты можешь положиться, который дает тебе возможность побыть с собой дома, выпустить пар, грубо говоря. Вторая составляющая – это моя упрямость, мое упрямство. Потому что я не привыкла, ну, как это сказать, останавливаться на полпути. Мне привычнее самой, например, начинать самой с собой соревноваться. То есть если я хочу достичь какого-то результата творческого, например, в команде, то я соревнуюсь прежде сама с собой. Не с какими-то другими руководителями, не с другими музеями, не с командой ни в коем случае. Просто есть какое-то интуитивное чувство того, что надо делать так. Ну и третья составляющая – это вовремя обращаться к нужным специалистам, специалистам, которые помогают тебе как физически, так и психически. Тибе де Ройтер, куратор чумелой выставки в рамках международной биеннале, на своей лекции недавно сказал о том, что музей должен быть живой. Он вообще много что имел в виду, но мне видится, что в том числе, например, он мог иметь в виду, что в музее должно быть актуальное живое кафе или, например, сувенирно-книжный магазин. Как обстоят дела сейчас в музее? Ну, если прямо задавать вопрос, почему там не так? Ага, смотрите, я кому-то говорила однажды, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Правильно? Правильно. У нас были ошибки, у нас были отношения с книжным магазином. К сожалению, не сложилось. Это был ориентатор, который пандемию не пережил. У нас были попытки завести собственную сувенирную продукцию. Тоже не выгорело. То есть огромное количество действий, которые мы делали раньше, были экспериментальными. Но сейчас мы хотим все это перевести на какой-то более удобоваримый формат. Но это все будет связываться, конечно, с какой-то новой концепцией понимания места. Нельзя просто так взять и сделать кафе. Да, вот просто поставить его и все. Нельзя просто так взять и сделать, там, какие-то открыточки продавать. Там есть пространство окна, там есть наша библиотека бесплатная. Книжки можно не покупать, а читать там бесплатно. Ну, то есть два места, два входа у нас ожидается к концу этого года. Один с бесплатным контентом, второй уже с кофейней, с сувениркой и всем остальным. Почему этого не получалось раньше? Потому что мы подходили к этому точечно. Давайте поговорим про аудиторию. Кто сейчас аудитория музейного центра? Это вопрос совершенно искренне, мне не очень понятно, потому что вы отличаетесь. И вы уже не аудитория художественного музея Сурикова или там оперного театра или филармонии. Но, с другой стороны, вы не московский музей-гараж современного искусства. Кто вы, где вы, кто к вам ходит? К нам ходит, наверное, постоянных два типа аудитории. Мы недавно стали заводить третью. Постоянная аудитория – это молодые люди. Ну, те, кто сейчас называет себя молодыми, те, кто себя мыслит молодыми. Это от старшей школы, ну и заканчивая там 45-ю годами. То есть те люди, которым не чуждо воспитывать в себе насмотренность, не чуждо любопытство. Они приходят именно на выставки современного искусства. Вторая аудитория, тоже наша постоянная, это аудитория, которая приходит за совершенно противоположным содержанием. К музею Ленина она приходит. Она приходит за советскими всеми этими вещами. Либо за краевой историей. У нас есть экспозиция про Афган. И вот это два совершенно разных типа аудитории, которые могут даже не пересекаться. Но сейчас мы еще активно работаем с родительской аудиторией. У нас есть проекты для родителей с детьми, они проходят по выходным дням. Мы иногда проводим семейные фестивали вместе с Твори Горой, большие, которые занимают всю платформу. У нас появились проекты для подростков. Подростки учатся, например, говорить о современном искусстве на английском языке. То есть мы пытаемся сейчас аудиторию подращивать изнутри. Ну и плюс есть еще какой-то отдельный четвертый тип аудитории. Это те, кто ходят к нам на ночную экскурсию. Это люди, которые вообще никогда не были в музее, например, чаще всего. Но пришли просто за фаном. Просто потому что прикольно ночью с фонариком по музею походить. Не буду рисковать изрываться в вопрос про современное искусство. Что им считать, а что нет, потому что тут мы однозначно закопаемся. Но про уровень выставок. Какой он сейчас объективно? Относительно других городов. Относительно... Потому что сотрудничаете с ГИОТА-институтом, например. Как вы его сами оцениваете? Ну, безусловно, хотелось бы вещей каких-то более, скажем так, крутых постоянно. Но учитывая то, что у нас в принципе 56 выставок, ну, 56 выставок в среднем в год проходят в разных местах. От совсем маленьких залов до огромных залов. Не на все из этих 56 выставок можно выделить одинаковое количество бюджета. Или там ресурсов на то, чтобы собрать их качественно. Поэтому, ну, мне кажется, что, наверное, действовать дальше нужно будет следующим образом. Выбирать несколько ключевых выставок в год. Прямо делать их блокбастерами. Об этом вы, наверное, говорили с Натальей Сипетой, да. Мы будем делать много выставок, ну, скажем так, какого-то такого средне-специального уровня, да. И будет всего несколько вышек. Потому что на вышках проще всего пытаться отработать какую-то образовательную, содержательную программу. Почему невозможно, в принципе, бомбить блокбастерами все время? Потому что это дорого. Это дорого. Это очень дорого. А музей, ну, раз зашла речь, и вообще не планировалось вопросов про деньги. Музей-то бизнес. Бонус, у вас же есть там Ньютон Парк в аренде. К вам приезжают какие-то выставки самоцветов. Что-то еще происходит арендное. Есть воркшоп-холл. Или это все никак не помогает поддержанию штанов? Это не помогает никак делать огромные блокбастеры. 56 блокбастеров не сделаешь на то, что у нас происходит, да. Потому что Ньютон Парк – это проект для другой аудитории. Не той аудитории, которая ходит в музей современного искусства. Потому что самоцвет – это проект для другой аудитории. И это деньги, которые, грубо говоря, уходят на просто текущие нужды. На текущие нужды самого музея. Мы, например, взяли машину в кредит. Недавно музей взял себе в кредит машину хорошую, качественную, чтобы выставки привозить, чтобы привозить грузы. Тогда вот как раз вопрос классический к современному искусству. А современное искусство, как вы вообще к нему относитесь? Есть мнение, что современное искусство не нужно нам, даже тем, кто вроде как хочет в него вникнуть. Оно нужно узкой группе экспертов. А мы должны получить производные. Дизайн, одежды, мебели, интерьеров и так далее. Ну, потому что воспринимать что-то из палочек и палочек, и тряпочек довольно сложно. Опять-таки, закапываясь в тему того, искусство ли это вообще, или какая-то самодеятельность, это искусство. Это хороший вопрос. Я на него отвечу так, как мне привычно. А мне привычно отвечать на него довольно широко. Я считаю, что искусство – это способ познания мира. Такой же способ познания мира, как наука, философия, религия. Вот есть четыре способа, как человек этот мир, грубо говоря, затачивает под себя. Искусство – это способ познания мира. Современное искусство – это способ познания современного мира. Те примеры, которые вы приводите, или иные критики, или люди, задающие вопросы о сути современного искусства, это чаще всего крайние ситуации. И судить позиции крайности – это далеко не всегда правильно. Ведь мир не черно-белый, я бы так сказала. И если мы говорим о том, что современное искусство – это либо палочки, либо кто-то, кто прибил себя на Красной площади, то это крайние позиции, от которых дальше мы можем начинать отсчитывать, что является искусством, а что не является. То есть, грубо говоря, нам нужно довести чайник до кипения, чтобы понять, что такое кипяток. Зелёному чаю, например, не нужно 100 градусов, чтобы быть заваренным качественно, ему нужно 80 градусов. Так же и с искусством. 100%, 100 градусов – это очень редкие виды, очень редкие виды и очень редкие произведения. Всё остальное – это то, что находится между этими крайностями, совсем понятного и совсем непонятного. Всё остальное вот где-то здесь. И поэтому я бы говорила о том, что современное искусство нам нужно, потому что мы живём в современном мире. Современный мир говорит нам о том, что нет одной правильной модели, нет одной правильной идеологии. Может ли начинающий художник или тот, кто считает себя художником, прийти и сказать «Я хочу разместиться» и попасть в экспозицию музея? Вот просто так – нет. Для этого нужно оставить какую-то специальную заявку, ну, либо отдать себя какому-то нашему куратору. Мы сейчас, кстати, благодаря Тибаде и Ройтеру хотим запустить новый проект, проект, который будет называться «Комната Крск». Ну, «Комната Крск», «Комната Красноярск». Это будет маленькая галерея, может быть, метр на метр, где мы будем каждый месяц выставлять молодых художников. В Красноярске летом появилась картонная галерея. Это как раз три на три штука из Питера к нам приехала, реально картонная, в которой молодые художники могут выставиться. Это работает как упор или упрек тому, что художники не могут попасть в музей? Я думаю, да. И это нормально. Такая история случилась уже в 2011 году на Биеннале, когда мы делали большое слово «фьючи». Если кто-то помнит, этот проект огромный, деревянный, буквы «фьючи» на том месте, где сейчас стоят стулья деревянные. И буквально в день открытия Биеннале напротив них, в кустах, в наших еловых кустах, появилось картонное слово «жижа», которое сделали красноярские художники. Так они ответили на международную повестку Биеннале. Сейчас политика музея в отношении выставок складывается из двух позиций. Первая позиция – это позиция нашего арт-директора. Это очень высокий эксперт в области современного искусства Сергей Ковалевский, который держит максимально мирового уровня качества. Это он привозил художника Отсада Кабен Давида. Если помните, на платформе стояло огромное количество проволочных людей. Это он отвечает вообще за все мировые вещи, которые появляются у нас в музее. То есть тем самым мы не теряем вот этого высокого уровня, и пускай он кажется далеко не всегда понятным, но само название, сам статус и сама история музея должна все-таки соответствовать. Хоть это и плохо работать исключительно с крайностями, но и на нашей площади крайности тоже должны иногда появляться. Ровно для того, чтобы людям было о чем говорить и приходить в течение года смотреть на то, что находится между двумя полюсами. 0 градусов и 100 градусов. Если бы речь о деньгах вообще не шла, что бы первое появилось в музее? Из выставок или вообще? А это вопрос хороший. Я бы сделала кафе на крыше. Смотровую площадку, кафе на крыше, потому что у нас самая крутая крыша в городе. Всем задаю этот вопрос. Что бесит в красноярской культуре? Раздражает? Невозможность договориться. С кем? Ну все друг с другом не хотят договориться. Художники, министерство культуры, зрители. Художники, министерство культуры. Огромное количество разных площадок. Потому что открытия могут проходить в один день, например. И ты не можешь разорваться никуда. И второе, что бесит, это провинциальность. Извините меня. Когда мы говорим о том, что это непонятно, а вот нам бы чего-нибудь такого, а вот бы нам чего-нибудь из Третьяковки или из Эрмитажа. У нас свои классные художники. Кто знает Виктора Сочивка? Это художник мирового уровня. Все знают Пупсика, который встречает всех на входе в первый зал, такой продырявленный. Вот, вот. Да, это вы знаете, да. Но это старая Сочивка, а новая Сочивка, это просто невероятная живопись, которая круче, чем Анслифкифер, который выставлялся в Эрмитаже. Тогда перейдем к вопросу, кто крут. Вообще вопрос в оригинале звучит так. Надо назвать трех людей в современной красноярской культуре, кто сейчас крутый и влиятельный. Сейчас крутый и влиятельный? Саня Закиров для широкой аудитории. Потом я бы сказала Виктор Сочивка, но он не влиятельный, он крут. То есть он не попадает, да? Ну, а чего же? Это вопрос. Он влияет на огромное количество, как сказать, грустящих по высокой форме людей. Поэтому это Виктор Сочивка, второе лицо. А третье лицо, третья фигура. О, Господи. Ну, наверное, Евгений Стадушный. Так, хорошо, круг замкнулся. Если бы нужно было за минуту родить какой-то манифест ко всем, кто вас может увидеть, услышать, и, наверное, преимущественно это были бы зрители и посетители, да, потому что ваша тусовка слышит вас и так. Что бы вы им сказали? Я бы сказала, что не надо бояться удивляться. У нас очень много вещей, которые мы боимся в своей жизни делать, потому что мы взрослые. Но современное искусство и вообще искусство, оно нужно, чтобы удивляться. У него нет задачи вас скритиковать и сказать, что вы что-то не так видите или что-то не так поняли. У него есть задача просто встретиться с вами, просто вызвать у вас какую-то реакцию. Мы все в своей жизни ждем какой-то реакции. Мы все хотим кого-то уделить, развеселить или, может быть, даже разозлить. И в этом смысле искусство сейчас, нынешнее современное искусство, оно максимально открыто.